Звание легенда заслужить непросто. Кто-то для этого десятилетиями штурмует педесталы различных автогонок, кто-то создает высокотехнологичные агрегаты, а кто-то берет штучностью. У американских легенд история своя. Они не гоняются за секундами до сотни, не добиваются идеальной развесовки и облегчения кузова и не стремятся побеждать в автогонках. Их задача создать имидж бренда. Это самый лучший пример умелого маркетинга. Думаю, в России не найдется ни одного автолюбителя, который бы не узнал этого колоритного автобота. На Камара ездили все. Каждый гоночный симулятор обязательно включает его в свой каталог. Камара родился под крылом крупной и влиятельной корпорации GM, место, где рекламщики ценятся больше, чем инженеры. Американская легенда появилась в те времена, когда бензин стоил копейки. Моторами V8 было никого не удивить, а задний привод был единственным доступным. Но современные требования напрочь вытеснили с рынка брутальные маслкары. Возрождать это направление дело неблагодарное, разве что напомнить миру о том, что «Шевроле» – это не только смешные маловитражки. Один из родоначальников и долгожителей своего вида – Камара. Культовый американец, рожденный в 67-м году, назло популярному «Мустангу». Полноценным маслкаром Камара так и не стал. По меркам класса он был мелковат. Но благодаря популярности звездной пары «Камара-Мустанг» образовалось новое направление – поникары. После странных экспериментов со внешностью, производство автомобиля было прекращено в 2002 году. Но через 7 лет Камара воскресили на новой технической базе. И история началась заново. Камара пятого поколения пережил несколько технических трансформаций. Кузовные же изменения ожидаются только в новом 2015-м. Популярность автомобилю вернули масштабной рекламной кампанией, в том числе и в кино. Сейчас модель имеет в своем арсенале два силовых агрегата – V-образную шестерку мощностью 328 л.с. и восьмерку объемом 6,2 литра. Его заявленная мощность – 405 л.с. Но очарование этого автомобиля вовсе не в силах, не в крутящем моменте и даже не в классическом заднем приводе. Он красавец. Вслед Камара трудно не обернуться. В городском потоке он словно голливудская звезда на красной дорожке, только и ждет, пока его начнут фотографировать. Но стоит сказать, что внешностью привлекательность Камара не ограничивается. В нем есть жизнь. Это автомобиль-эмоция. Хулиганский и дерзкий. Зажатая, почти зубодробильная подвеска в совокупности с 20-ми колесами держит водителя в постоянном приятном напряжении. А звучание даже младшего V6 заставляет двумя руками хвататься за руль. Его бы на хайвей. Уж там-то и раскрылся бы весь его генетический потенциал. Для Челябинска пони-кары очень большая редкость. Хозяин признается, машину приятнее и удобнее эксплуатировать летом. Кузов-купе не предназначен для большой семьи. Расход топлива составляет желать лучшего. Зимой машина хочет 20 литров на сотню. Да и купить такого пони непросто. Дилеров, предлагающих Камара, можно пересчитать по пальцам. Немаловажным фактором остается и цена. Идеология маслкаров именно в доступности. В России же доступными можно назвать лишь игрушечные модели этих автомобилей. На обновленный Камара цена переваливает за 2,5 миллиона. Но потому они и легенды. Красивые, редкие и недоступные. И существуют они именно для того, чтобы, мечтая о Камаре, ездить на каком-нибудь крузе. Совсем другом, простом и массовом, но тоже с плюсом на решетке. Субтитры создавал DimaTorzok